Здравствуйте! Перед нами видеокарта RX 580 от IT. И вот у нас проблемка возникла. Немного упал хешрейт на эфире. Производительность просела где-то на 10%. Вот мы посмотрели на заграничных форумах. Есть один метод, как повысить производительность обратно и вернуть свою прибыль. Ну как бы ж не зря мы ее покупали. Бабосики нам нужны. Так, в общем, как вы видите, кулер мы сняли. Ну как кулер снимать все знают, я думаю. Тут немного протерли ее от пасты. Ну тут немного осталось пасты, но это незначительная как бы такая штучка. В общем, ладно. Сам принцип восстановления хешрейта и возвращения своей прибыли, как бы, как и было. Как бы хотим обратно бабосики. Тут у нас есть инструмент, очень важный, очень важный инструмент, как бы с помощью которого мы будем эту операцию производить. Так, пойдемте. Вот сейчас мы подключаем слот питания, эту вещь. Так, вроде есть контакт. Все, все, можно. Сейчас мы с коллегой вам покажем, как все-таки добиться выгодности в майнинге. Хоть майнинг уже и не выгоден, но есть все-таки методики. Конечно, эти методики только есть на заграничных сайтах. В просторе Рунета такого еще не написано. Поэтому вы можете стать свидетелем, как вернуть производительность и выгодность майнинга. Так. Вот мы можем видеть, она уже немного покрывается копотью. Ну, это как бы признак того, что мы на верном пути. Так, так, сейчас, сейчас, сейчас. Немного, немного надо подождать, чтобы закипело олово на контактах. Вот мы можем видеть, что оно начинает закипать. Главное не передержать. Главное не передержать. Так, вот она, пошла, 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 родимая. А ну, сними, чтобы было видно чипы памяти. Есть. Характерные звуки. Характерные звуки, да. Так, так. Главный момент, нам нужно закалить, закалить карту. Естественно, чтобы повысить хешрейт на эфире. Так, вот мы дошли до воды. И... Все. Можно ставить обратно в компьютер. Так. По заверению наших западных коллег, мы получим прирост производительности где-то плюс 10-15% на эфире. Ну, тестирование этой карты мы уже проведем в нашей лаборатории. Ну, а сейчас мы, как бы, видим, что, в принципе, все в порядке с картой. Так. Вот теперь мы перемещаемся в нашу лабораторию для дальнейших тестов. Вставляем видяху в комп. Вот. Запускаем. Сейчас подстроим немножко штативчик, чтобы было хорошо видно монитор. О, грузится уже хорошо. Артефактов нету. На вид даже шрифты стали выглядеть четче. Вот мы видим, что карта работает. Начинает грузиться винда. Так, вот мы видим, шарик вертится. Как и должен вертеться. В принципе-то не сильно быстро и не слишком медленно. Хорошо. Ну, диск у нас, конечно, не SSD. Работаем на жестяке. Вот он. Немного медленно, конечно. Но это ж не из-за видяхи. Это, конечно, наш винд. Оп. Запустились. О, вот я уже могу со старту сказать, что производительность выросла. Было 130 мегахешей. Стало 170, 175, 176. Ну, 180 мегахешей стало. Это даже превзошло все наши ожидания. Это топовый результат. Даже для англоязычных форумов. Можно будет выкинуть в темку. Наш результат все же превзошел все наши ожидания. Мы получили прирост более 30%. Утерли нос пиндосом.